Роботы В каждой команде играли по три робота, два полевых игрока и вратарь. ИТИС представляли роботов, закупленных в Корее, для которых они сами разрабатывали программное обеспечение. А за инженерный институт вышли антропоморфные роботы, которые полностью разрабатывались учеными института. В дальнейшем, если рассматривать очень глобальные планы, то, во-первых, распознавать образы пригодится в робототехнике. То есть это может быть не только мяч, это может быть любой предмет. То есть может быть задача робота прийти, спасти человека, например. Передвигаться по сложной поверхности, это может быть не обязательно ковровое покрытие, как трава у нас искусственная. Это может быть пересеченная местность. Это может в дальнейшем работать на всю робототехнику, соответственно, двигать робототехнику вперед. На поле мы могли наблюдать пока тренировочный матч по футболу, так как роботы требуют еще серьезных доработок. Необходимо научить их видеть мяч издалека, доводить его до ворот, делать передачи. Зато уже сейчас можно увидеть, что роботы передвигаются уверенно и каждый раз стараются встать после падения. В планах у разработчиков усовершенствовать робофутболистов и, возможно, однажды они выйдут на поле и сыграют матч против людей. Цель выйти на матч с людьми, конечно же, есть в перспективе. Я надеюсь, что лет через 5-10 мы сможем уже выставлять каких-то роботов на матч против людей. Не факт, что они, конечно, выиграют, но глобальная задача, которая стоит перед робототехниками, это в 1935 году обыграть команду людей. Два тайма по 10 минут завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти роботы Тискофу забили два гола и одержали победу в этом матче. Анна Гузунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.